всем привет друзья в эфире канал видео охота сегодняшний наш выпуск будет посвящен войлочным пыжам мы поговорим о том какие гильзах их лучше использовать насколько они эффективны вот и просмотрим более подробно о их разновидностях значит вот руках я держу обычный войлочный пыж пыж этот я использую для снаряжения исключительно металлический гильз поэтому сразу рекомендую всем под металлическую гильзу использовать исключительно войлочный пыж вот потому что древесно-волокнистый пыж о котором мы поговорим в своих следующих роликах поэтому подписывайтесь на канал видео охота если вы еще не подписаны чтобы не пропустить этот выпуск древесно-волокнистые пыжи они не дают такой резкости боя в отличие от войлочных и мощность выстрела намного лучше поэтому для подметаллических гильзу я рекомендую использовать исключительно войлочный пыж значит среди войлочных пыжей различают пыжи осаленные и не осаленные вот то есть вот этот вот по всему диаметру проводят осалку но осалка должна быть сама по себе приблизительно где-то около двух миллиметров вот он не должен быть полностью подвержен осалке поскольку такие пыжи они сами по себе могут сделать нехорошее дело которое проявляется в том что вот эта вот смазка осалка пыжа она проникает вот непосредственно через пороховую прокладку на порах порох отсыревает и выстрела практически не происходит а если он и происходит то это такой знаете хлопушечный выстрел с него что-то застрелить и получить эффективный выстрел не получать поэтому на это обратите внимание не стоит покупать в магазинах войлочные пыжи которые просто и масляные настолько же у них прямо масло капает поэтому обращайте внимание осалка должна проходить где-то в рамках двух миллиметрах по диаметру самого пыжа вот но и же и не не осаленные пыжи в данном случае не осаленный сухой обычный пыж эти тоже эффективно используя но осалка придает лучшую обтирацию гильзе вот поэтому способствует не прорыванию пороховых газов сквозь пыж вот и соответственно лучший улучшать стрельбу из благоствольного оружия вот но дело в том что сам по себе волочный пыж он при вылете из канала ствола не разрыва не разрушивается то есть не не разрывается соответственно бой ружья получается не настолько кучным получается более раскидистым вот если даже ложить поверх этого волочного пыжа прокладку то он будет еще более раскидистый если же эту прокладку поверх волочного пыжа не класть то бой будет более кучный но все равно такой кучности как с применением в древесно-волокнистого пыжа вот допустим пластмассовой гильзы он не способен предоставить это мое мнение мои наблюдения если у кого-то есть другое точка зрения по этому поводу то пожалуйста пишите в комментариях под данным видео значит следующий вопрос вот эту вот проблему с кучностью боя из-за удочных пыжей некоторые охотники решают для этого они берут сам водочный пыж и вот крест-накрест вот здесь или делают разрезы вот разрез где-то на половину пыжа может даже немножко и больше для того чтобы этот пыж при выстреле разрушивался то есть разрушаясь этот пыж при вылете из канала ствола он способствует непосредственно улучшению кучности боя вот таким образом вот эту вот проблему с кучностью боя из водочных пыжей решают некоторые охотники поэтому можете попробовать оценить насколько это эффективно вот вот такие вот моменты значит по поводу использования водочных пыжей для пластмассовых гильз но скажу вам так что практика использования применения мною таких водочных пыжей для пластмассовых гильз показала все таки не такую эффективность как с древесно-волокнистым то есть кучность боя соответственно не такая хорошая которая требуется в основном я их использую для зимний период показывает что лучше все-таки древесно-волокнистый пыж он разрушается практически при вылете из канала ствола и кучность боя сохраняется то есть дробь не происходит при группировке в этом самом снаряде дроби вот и она более кучно летит вот поэтому вот это вот возьмите на заметку значит древесно-волокнистые пыжи как как вам известно даже здесь можно обратиться к любой банке с порохом которую покупать используйте снаряжение патрон то написано что общая высота вот этих вот пыжей должна составлять и порядка 25 миллиметров вот это обеспечивает достаточно амортизацию вот и заполняет непосредственно пустоту между порохом и с дробью вот и соответственно амортизацию вот такая вот система снаряжения самого патрона но прошу обратить внимание на то что все конечно зависит еще непосредственно от пороха который вы используете то есть порох бывает разные поэтому можно засыпать разную высоту пороха если порох мелкозернистый то его конечно помещается меньше в вильзе самой если он крупнозернистый его больше но более подробно о том какие пороха вообще существуют и насколько какой из них лучше и вообще самый лучший на мой взгляд порох мы поговорим в следующих видео поэтому подписывайтесь на канал видеоход а прямо сейчас если вы еще не с нами и вы в ближайшее время услышите эту информацию значит по поводу самого заж на пыжа есть основной путь который кладется сразу на пороховую прокладку он естественно больше диаметра и есть добавочный он меньше вот я вам продемонстрирую здесь приблизительно вот видите вот такой вот волочный пыж он немножко меньше где высота его чем вот это вот основного вот и такая комбинация есть комбинация из двух основных пыжей но более подробно я буду рассказать следующих видео потом как кипы же я используя основные добавочные ли просто один основной без добавочного какие прокладки вложу это буду смотреть следующих видео я буду рассказать подробно о снаряжении патронов по моей технологии значит что касается вот этих волочных пыж я вам рассказал на что напоследок хочу подвести итоги значит волочные пыжи исключительно используете для снаряжения металлических гильзов, если вы их используете, то только войлочные пыжи. Древесно-волокнистые пыжи под металлическую гильзу, они конечно возможны в применении, но если стрелять на ближнее расстояние, потому что они резкости боя хорошей не дадут. Поэтому обратите внимание. Что касается пластмассовых гильз, ну можно войлочные использовать, это не запрещено, но все-таки на мой взгляд эффективнее все-таки древесно-волокнистые пыжи под пластмассовую гильзу. Что касается осалки, осалку обращайте внимание, как я еще раз повторюсь, для того, чтобы она была где-то в рамках 2 мм по диаметру пыжа самого, полностью осаленные пыжи не берите, они могут сыграть для вас плохую роль. Это я вам сразу говорю. И подводим итог, что кучность боя и с применением этих войлочных пыжей немножко хуже, чем с древесно-волокнистых, поэтому если вам нужен раскидистый бой на ближней дистанции, то вот такие войлочные пыжи вам реально и идеально просто подойдут для этих целей. Они дадут хорошую резкость боя и раскидистый, соответственно. Ну и решением улучшения кучности служит вот это вот разрезание крестом-накрест вот этого войлочного пыжа. Вот такие вот моменты, что я вам хотел сегодня рассказать. На сегодня все. Если вам это видео понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь своим опытом снаряжения патронов, применением войлочных пыжей, буду рад услышать. Делитесь в социальных сетях со своими друзьями с этим роликом, для того, чтобы создать какое-то движение в этом направлении, чтобы больше было консультаций, больше было мнений, соответственно, делитесь своими результатами. На сегодня все. Ждите следующих выпусков. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!